Так, каковы шансы, как думаешь? Каковы шансы? Есть они вообще? Друзья, я снова всех приветствую. Вместо того, чтобы сильно расстраиваться, горевать, о скоропостижной кончине моего турбореактивного двигателя. Конечно, любил я его. Но вместо того, чтобы расстраиваться, решил начать его ремонтировать. Начну, пожалуй, с корпуса, с самой пострадавшей детали. Естественно, при таком раскладе он никак не сможет работать с такой дырой. И, соответственно, ребята, сегодня у нас будет мега токарка на канале. Затарился немного металлом. Взял вот такую болванку и сегодня будет все то, что вы любите. А именно перетирание, по-моему, шести с половиной килограмм в конечный остаток. Сколько он тут у нас весит? 175 грамм живого веса. То есть придется всю эту болванку сточить и сделать с нее корпус. Ничего модернизировать не буду. Буду делать как есть по размерам. Здесь у нас металл D16T. Это закаленный дюралюминий. Здесь у нас неизвестно, что за металл. Возможно, даже какой-то температура стойкий. Но, надеюсь, выдержит обычная люмина. Можно вот здесь, в самом начале, где большая температура, вот в этой области, где контактит корпус с двигателем, здесь можно сделать потолще. Как же я люблю ставить большие болванки на станочек. Такое чувство, что дюраля не особо сильно закалена. Бывает и лучше обрабатывается. Прелесть большого станка в том, что он может делать вот так. На большой подаче и пошел. Просто уничтожает металл. Моя задача ободрать пруток. Далее берем самое красивое сверло. И сверлим доброе отверстие. Далее берется самый мощный резец расточной. Он нам понадобится для того, чтобы расширить отверстие. Надо же, такая большая болванка и нагрелась. Выгрыз основной деталь. При этом немножко повело. Где-то на две-три соточки. Но это не страшно, именно для этого я и делал запас. Где-то в миллиметр и не делал сразу снаружи начисто. Потому что при изготовлении тонкостенных деталей из таких огромных болванок обязательно ведет и обязательно надо делать запасы. А в конце уже начисто эту тонкостенность обрабатывать. Потому что существуют внутренние напряжения в прутках. Во всяком случае в алюминиевых так точно они существуют. Сколько раз замечал, всегда ведет. Осталась толщина примерно 5 миллиметров. Буду утоншать. Ну вот и все, вроде бы корпусинка готова. Отверстие очень точно можно высверлить, если воспользоваться проставочным кольцом в качестве шаблона. Повставлял все винтики, все соосно, все совпадает. Отлично. Двигаемся дальше. Нужно просверлить остальные отверстия и уже можно переходить к манипуляциям с камерой сгорания. Вот здесь есть какие-то просветы, хочу чуть-чуть прихватить тиг сваркой в некоторых местах. И хотелось бы вытащить вот эту штуку. Как-то уж совсем она там внутри. Не знаю, получится или нет? Будем пробовать. Припаял крепежный элемент. Представляете, он держится на высокотемпературной пайке. Я был крайне удивлен этому, потому что это все-таки камера сгорания и она в некоторых местах до красна раскаляется. Но, видимо, здесь такого нет, поэтому просто припаяли ее здесь. Это шок какой-то. Ну ладно, припаял и я тот, который отвалился и уже пытаюсь вернуть его на место. Так как у него есть резьба, я взял пару шайб и вытягиваю теперь участок камеры сгорания за эту самую резьбу. Вроде бы что-то получается. Вот видите, как теперь это выглядит все. Уже не так она туда вплющенная. В общем-то неплохо уже. Рассверлил все отверстия, собираем. Я еще тут подумал, что от удара могло что-нибудь треснуть на валу. И вот эта радость вращения может быть недолгой. Надеюсь, что вал выдержал полноценно. Отреснуть могло, потому что остановка была, скорее всего, очень резкая. И что-то где-то могло либо треснуть, либо сместиться. В общем, такие у меня переживания, ребята. И, собственно, есть от чего переживать. Реактивный двигатель, это вам не шутка. Так как все вот эти детали потеряли свою геометрическую форму правильную, посадил корпус на герметик. Герметик будет держать давление и, по крайней мере, в этом плане проблем быть не должно. Собрал необходимое, чтобы попробовать вообще, как оно. Самый быстрый способ, это вот здесь, прямо в гараже, на тесы прицепить и попробовать стартануть. Я вот здесь уже питание подключал, пробовал, все подается. У меня были сомнения по поводу того, что при отсутствии моторчика стартера, то есть я не подключил даже провода, оно не будет начинать стартовать. Вроде бы как стартует и топливный моторчик начинает дергаться, то есть начинает подавать. Поэтому можно попытаться запустить без стартера. Когда-то надо было начать этим заниматься. Хотя я думал раньше, что это невозможно. Но вот сейчас попробуем. Старым добрым способом, компрессорным, попробуем запустить этот движок и вывести в режим малого газа. Через картонку прикрутил аккуратно. Ничего, если учесть, что оно выдержало такой удар, то уж думаю, тесы ему точно уже не помеха. Больше всего интересно, смогу ли я воздухом его запустить? Если смогу, тогда буду придумывать какой-то моторчик стартера. То есть здесь алгоритм не такой уж прям сильно завязанный на этот моторчик. И можно что-то приспособить будет свое. Ну что ж, давайте попробуем, ребята. Час x настал. Что-то быстро как-то. Я получается за полдня его починил. Так, каковы шансы, как думаешь? Каковы шансы? Есть они вообще? Мне кажется, шансы есть всегда. 50 на 50. Да? У панчера всегда есть шансы? Так, аппаратура настроена. Даже можно кнопкой подкачку топлива делать. Значит, твоя функция, одна из основных, это огнетушение. Мы находимся в зоне риска, в подвальном помещении. Я чеку убрал? Да, надо проверить. Не надо проверять, я все проверю. Я не тушил ни разу ничего. Вот нажимаешь и все, не надо проверять. После одной проверки может выйти весь баллон. Нам понадобится компрессор. Так, он максимает нормально, да? Я что-то нервничаю немножко. Значит, поднимаем на той самой нашей мега аппаратуре триммер. Ну что ж, понеслась. Вот оно так обычно делает, чтобы зажглось. Немножко воздуха туда. По-моему, не зажглось ничего. О, зажглось так. Мurely. 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 Именно. Мurely. Ладно, первая попытка неудачная. Алгоритм не был полностью расшифрован, запустить не удалось. Мозги, видишь, без мозгов мы уже запустили давным-давно. А с мозгами тяжело очень, нереально. Продвинулись мы, ребята. Нашли моторчик от самолета и будем его использовать в качестве стартера, потому что алгоритм запуска непонятен. А так вот можно притулять его и пользоваться. Сфера скачает. Смотри, огни сушитель под рукой. Держи, наготовим. Держи, наготовим. Пошло. Сперва. Стараюсь. Сперва. 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 Что-то заклинилось. Этот крутит, тут не крутится. Насос, по-моему, туда топливом. Тут только так помогает. Нужно было помыкать. Нужно было помыкать. Заказуем поверхность. Заказуем поверхность. Вот он остановился и дальше не стал раскручивать. Хотя топливо поступает, все поступает, а мотор даже, мне кажется, мешал раскрутке. Поэтому на втором этапе, когда мотор не справляется, попробуем стартовать. Продолжать стартовать компрессором свежезаряженным. Мне кажется, с третьей попытки заведется движок. Так, крыльчатка была очень красная. Но вроде бы не спалили. Хотя было близко к тому. Вот для этого нужно зеркало, ребята. Раньше я все время ставил. В этот раз я не видел, что она такая желтая. Будем стартовать третий раз. Будем подбадривать компрессором. Надеюсь, это поможет. Ты готов? Готов. Горит. Чувствую, горит. Страшно, что-то шкварчит. Так, сейчас начнет давать много. Ага, ага, ага. Что это? Цепляется, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Жесть, не знаю. Ага, ага. Дв saker. Тщательно. Готовься! Ну всё, дым рассеялся. Итак, ребята, что же это было? Это был полноценный запуск, я вам скажу. Движок не прошел калибровку. Вот то синее пламя, что вы видели, говорило о том, что закончился воздух в помещении. Потому что пламени было много, а крыльчатка даже не сказать, что сильно горячая. В общем, он начал раскручиваться, начал выходить на калибровку. А на калибровке он где-то два с половиной килограмма начинает выдавать. И всё, я решил прекратить запуск, потому что увидел вот это страшное синее пламя. Но в режим малого газа он вышел, тем не менее. Он набрал, по-моему, аж целых 45 тысяч оборотов. Если бы он набрал 65, он бы потом опять до 33 спустился и вышел на малый газ, можно было бы управлять им с аппаратуры радиоуправления. Вот видите, оказалось, что можно такими даже довольно-таки простыми манипуляциями его запускать. Но чтобы что-то делать дальше, надо заказать несколько моторчиков с разными оборотами. Потому что вот этот мотор не подходит. Он всего лишь до 10-12 тысяч раскручивает. Всё вроде бы хорошо у него получается. Ну а потом его не хватает. Его нужно до 27 тысяч ротор крутить, чтобы он запустился. Нужен просто более оборотистый моторчик. Надо заказывать, да, и бендикс надо заказывать специальный. У меня на этом всё, ребята. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч!